МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди в форме полицейских вымогали деньги у казахстанцев. Подробности расскажем далее в студии новостей Алибек Рзабаев. Здравствуйте. Пошел играть в компьютерный клуб, а оказался в казарме. В Астане ежедневно из увеселительных заведений сотрудники военкомата забирают до полусотни призывников, отлынивающих от армии. То есть, носить людей, да? Это вы работаете так? Мы в своем уме, ну кто так делает? Эта девушка пришла с молодым человеком в компьютерный клуб, но, похоже, провожать ее до дома теперь некому. Любимого забрали в армию прямо из салона. Теперь стрелять из винтовки он будет по-настоящему. Ежедневно до полусотни призывников, не желающих служить, доставляют в военкоматы из увеселительных заведений. Сначала мы проверяем их документы. Если нет противопоказаний по здоровью и семейным обстоятельствам, если нигде не учатся, то мы отправляем их прямиком в военкомат. Оттуда на медосмотр и по гарнизонам. Сейчас многие не хотят служить в армии. Приходится вот таким способом заставлять их отдать долг родине. Этот рейд военные организовали совместно с полицейскими, которые в рамках ОПМ «Дети в ночном городе» выявляли подростков, ночующих в компьютерных клубах города. А в Прииртышье появился передвижной антинаркотический патруль. Уникальный автобус со специалистами объедет все уголки Павлодарской области. По задумке организаторов. Таким образом, каждый сможет получить консультацию от нужного ему специалиста. Врачи окажут медицинскую помощь. Сотрудники спидцентра ответят на интересующие вопросы. Полицейские и прокуроры расскажут о незаконном обороте наркотических средств. В составе передвижного пункта также будут работать психологи. Все обращения останутся анонимными. Каждый специалист своей части будет прорабатывать свои вопросы. Например, специалист здравоохранения будет объяснять нашим жителям, молодежи, какие последствия могут быть от употребления наркотиков. Сотрудники прокуратуры будут объяснять, какая санкция предусмотрена за сбыт наркотических средств. Передвижной антинаркотический пункт будет работать около двух недель. Авторы уникального проекта надеются, что правильное информирование будет способствовать снижению наркопреступности. Общий вес наркотиков, изъятых полицейскими по Владарской области, с начала года уже превысил 400 килограммов. Тем временем, больше 20 посетителей привлекли к ответственности только в одном увеселительном заведении Алматы. В минувшие выходные в городе проходили рейды, ловили любителей кальяна. Им, а также владельцам кафе и ресторанов, пришлось заплатить штрафы за нарушение административного кодекса. Вместе с блюстителями порядка в ночной рейд отправилась и наша съемочная группа. У полицейских снова усиление. В этот раз проверяют увеселительные заведения города, где, невзирая на строгий запрет, посетители открыто курят кальян. Чтобы поймать нарушителей за руку, блюстители порядка появляются внезапно. Благодаря электронным устройствам тут же налагают штрафы и взымают оплату. А помочь не будет, не переживайте. Кольки поставьте. На камеру смотрим. Вот, пожалуйста, подождите. Это кальяна. Побогу. Да, вот. Сначала дадим. Клиент заведения, ничуть не смущаясь, оплачивает штраф 55 тысяч 380 тенге. Точнее, половину этой суммы. И как ни в чем не бывало, продолжает отдыхать, но уже без кальяна. В случае повторного задержания в течение года штраф почти удваивается. А полицейские тем временем привлекают к ответственности администратора заведения. А как же закон о запрете кальяна в общественных местах? Потому что кальян не лицензируют у нас в стране. Если бы не была лицензия, то не было бы. Налицо неуважение к действующему закону, где черным по белому написано. Употреблять кальян в общественных местах, коим является ресторан, запрещается. Но их владельцы, как правило, оплачивают штраф и тут же берутся за старое. Есть и недобросовестные предприниматели, которые после привлечения их к административной ответственности повторяют свои правонарушения. К ним уже применяется более жесткая мера. Выносится представление об устранении нарушения. И данные изъятые аппараты кальяны, они уже не возвращаются, а уничтожаются. Дело, казалось бы, сделано. Нарушители наказаны. Но, по сути, выиграно всего лишь сражение, уверен юрист Сергей Уткин. Видимо, самих случаев, когда ловят, привлекают к ответственности не так много. Потому что на всех полицейских не напасешься, на каждую кафешку, да? Сумма штрафа в размере 25 мрп и больше рестораторов не пугает. Прибыль с кальяна с лихвой покрывает все эти расходы. Впрочем, скоро ситуация может измениться. В Минздраве разрабатывают поправки, которые предусматривают увеличение суммы штрафов и даже полный запрет на продажу кальяна в увеселительных заведениях. Пока проект изменений на стадии обсуждения. Оскар Сергалеев, Сагандык Нарыков и Максим Шулепов. Алматы. Первый канал Евразия. Продолжим. В Казахстане с начала года задержали 14 лжеполицейских. Мошенники раздобыли форму, поддельные служебные удостоверения и занимались вымогательством денег. В Шымкенте за якобы крышевание преступники ежемесячно получали до полутора миллионов тенге. В Ахтубе лжеполицейские отобрали у двух горожан 300 тысяч тенге. А в Кунаеве вымогали 500 тысяч тенге у прохожего. Всех преступников арестовали и улики изъяли. Ежедневно в Казахстане диагностируют около 100 новых случаев сахарного диабета. Запуск национальной программы по борьбе с этим заболеванием обсудили на пресс-конференции в Алматы. По данным Минздрава, сахарным диабетом в нашей стране проживает более 500 тысяч человек, но знают, как управлять своим состоянием, лишь 22% из них. Это, по мнению экспертов, тревожные цифры, которые требуют немедленных действий. Проблема комплексная, поэтому она требует решения на государственном уровне. И внедрение программ, национальных программ по диабету, очень-очень важно. Это не только обеспечение инсулинами или другими. Это и обучение пациентов, это и борьба с инерцией врачей. То есть это очень большая комплексная программа, которая, естественно, требует финансирования. Каждый человек должен понимать, что мы сами куем свое счастье, так сказать, и мы можем снизить вот это бремя диабета, если будем вести здоровый образ жизни, здоровое питание и так далее. По данным ВОЗ, сахарным диабетом на планете болеют 870 миллионов человек. Другим темам. Неприятный сюрприз душком оставил житель Шимкента у одного из пригородных поселков. На окраине населенного пункта он выгрузил целую тонну отходов после убоя скота. Возмущенные сельчане заявили в полицию. Мне пришлось выгрузить здесь, потому что сломалась машина. Я планировал забрать все на следующий день. Теперь я хочу извиниться перед сельчанами. Тем не менее, никакие оправдания и извинения не снимают ответственности. На мужчину составили административный протокол. Он также вывез весь оставленный мусор. Как из зерновых отходов сделать мебель и одежду? Костанайские студенты придумали метод производства биопластика из натуральных компонентов. За свою идею выиграли 1 миллион тенге в конкурсе Таульсес де Курпахтара. Главная цель проекта – предложить альтернативы пластиковым изделиям, которые сделаны на основе нефти, а также снизить количество вредных отходов. Слишком большое количество зерновых отходов или сжигается, или просто сгнивает, что довольно пагубно влияет на экосистему нашего региона. Соответственно, мы начали связываться с крестьянскими хозяйствами, узнавать точные цифры, и примерно 37-38% зерна, которое было выращено, это остается как зерновой отход. В целом, сначала мы измеряем 30 грамм крахмала, далее мы добавляем сам глицерин, это примерно 20-30 тоже грамм, далее мы добавляем 5 мл уксусу, и все это смешиваем с 50 мл воды. Далее мы эту всю массу перемешиваем, чтобы была однородная консистенция, варим, и далее происходит уже самая сушка. Добавлю, что студенты уже приступили к реализации идеи. А Павлодарская молодежь получает скидки в магазинах, спортклубах и салонах красоты. Дисконтную карту предоставили ребятам местные бизнесмены. Жастар Картасе – это уникальная система скидок для самых активных, неравнодушных молодых людей Павлодарской области. Более десятка предпринимателей откликнулись на призыв поощрить таким образом талантливую молодежь. Среди них магазин одежды, спортивный клуб, барбершоп, сеть фастфуда. Организаторы надеются, что со временем спонсоров станет больше. Это первый в стране молодежный проект такого рода. Эти карточки нельзя будет нигде приобрести, нигде купить. Цель нашего проекта молодежного является создание постоянного поощрения для тех, кто не сидит на месте, а участвует в наших мероприятиях. Даже скидка в 5% – это большая помощь для наших студентов, которые, как вы знаете, и часто бывают без денег. Поэтому такая карта в нужный момент – большая помощь для них. Первые дисконтные карты получили 75 молодых людей самых разных сфер. Педагоги, медбратья, спасатели, пожарные, рабочие заводы и артисты теперь обладатели индивидуальных скидок в сетях партнеров проекта «Жастар Картасе». Продолжим. По поручению президента продолжается возведение соцобъектов за счет возврата незаконно приобретенных активов. На этот раз правительство выделило около 8 миллиардов тенге на строительство коррекционного детского сада в Ахтубе. Садик на 300 мест. Спецуслуги в нем будут получать маленькие казахстанцы с особенностями в развитии. Сейчас в Ахтубинской области только 4 специальных детсада на 1320 малышей. Но в регионе особенных детей от 3 до 6 лет намного больше – 2500. Поэтому новый объект актюбинцы очень ждут. Государственный советник Ирлан Карин дал поручение всем директорам школ эффективно развивать и продвигать новую программу по воспитательной работе. В этом году во всех учебных заведениях внедрен проект «Бртутас Тарбие», направленный на укоренение и развитие ценности патриотизма, ответственности, трудолюбия, солидарности, созидания, инноваторства у подрастающего поколения. Ирлан Карин отметил, что воспитательная работа в школах требует комплексного подхода как от педагогов, так и от родителей. Продолжим. Рысь, сибирский горный козел, орел попались в ловушку. Фотоловушку. Обитатели Катон-Карагайского государственного национального природного парка совсем не боялись технического оборудования. Даже наоборот, выказывали заинтересованность. Ученые считают, что полученные кадры очень важны для изучения и сохранности биологического разнообразия Южного Алтая. Традиционно по понедельникам Первый канал Евразия дарит подарки. В телевизионной игре «Телебум» стали известны победители недели. Блендер, соковыжималку и электрическую печь получили участники из Северо-Казахстанской, Акмолинской области и города Кызларды. «Скажите, пожалуйста, вы впервые у нас выигрываете?» «Впервые, очень рада, спасибо вам большое!» «И нам очень приятно видеть новых игроков нашей игры!» Шанс выиграть есть у каждого. Главное – смотреть эфир Первого канала Евразии. И когда вы увидите трехзначный код, отправить его в Телеграм-бот. Главные призы – машина или квартира в Алматы – будут разыграны на Наурыз. С рейтингом участников игры можно ознакомиться на сайте 1tv.kz. Более 100 медиков наказаны в стране. Что они нарушили, расскажет моя коллега Яркана Умарбекхазе после рекламы. Мы с вами увидимся в 20.00. Удачного дня. Оставайтесь на Первом канале Евразии.